Друзья, всем привет! Вышла с йоги и сама себя хвалю. Какая, Оля, ты молодец, что пошла! Я вчера еще записалась. Вчера меня лень переборола. Лень переборола вчера меня. Сегодня я подъехала к залу и стою. Надо выходить. Я думаю, не, лучше я не пойду. У меня столько дел. Нажала заднюю скорость, начала отъезжать. Потом думаю, нет, я уже подъехала, но так же ведь нельзя. Давай, иди. Выползла, пришла, я еще поела, позавтракала перед этим на 11.15, записалась. Что-то у меня как-то тяжело на желудке. Потом думаю, нет, вставай и иди. Пошла, сходила, часть себя сама хвалю, еду. И мне там подписчики, я написала, что я же делала видео. Я вообще такая слабая на физические упражнения. Это просто кошмар. Вот я там, в нашем комьюнити, когда хожу, там же бабки одни ходят. Знаете, как они делают классно? Они вообще, все упражнения такие, блин, подтянутые, такие натренированные. Сюда хожу, я тоже днем хожу. Здесь половина бабок. И вот сейчас бабушка пришла, лет 80, наверное. Короче, влезла там между нашими этими матрасами. Беспардонно даже не извинилась. Ну, думаю, ладно, пожилая женщина. Знаете, как она тоже делала? Сто раз лучше, чем я. Я вообще, это просто обалдеть, как я ослабила в физическом плане. И почему? Потому что я здесь вообще на велосипеде перестала кататься. Пешком я не хожу. Из магазина и в машину, из магазина и в машину. У меня вообще шагов нет. Я иногда открываю, прозрели свои эти шаги. У меня там нет шагов. Сто шагов за день. Это вообще ужас. И вот, и Рика-то там всяко обозвали, что он меня это контролирует. Когда мы приезжаем в комьюнити, он все время меня записывает на зарядку. И там написали, что он, блин, вообще плохой человек, мягко сказать, заставляет меня заниматься. Я вам хочу сказать, что это здорово, когда есть человек, который тебя подгоняет к занятиям. Потому что сам ты не соберешься. Человек вообще очень слабый на то, чтобы себя заставлять что-то делать. Слабый. И я в том числе такая же. Если вот, допустим, если, конечно, Рик меня записал, потом спрашивает, ты ходила или нет? Конечно, мне потом врать не хочется. И я иду, а потом себя хвалю, как хорошо, что я сходила. И вот я сейчас сколько хожу, тут после болезни я записалась. Вот первый раз пошла. Вчера прогуляла. Не смогла собраться. И вы знаете, какой результат? Вообще, я вот тут в Сан-Франциско по горам ходила. По горам. Я вообще на одном дыхании залетела. Если бы я вот не ходила сейчас на спорт, я бы вообще не поднялась в эти горы. И я вот когда начала только ходить на зарядку, знаете, я ногу поднимаю, но у меня вся дрожит. Я не могу мышцы вообще свои разогнуть, потому что они уже до того задервенели, как деревяшка. И я вот на первые занятия-то ходила, у меня все вот так вот дрожит. И вот сейчас я вышла с занятий, вот смотрите. Вообще, отлично все. Ничего не трясется. Мышцы начинают привыкать к этим упражнениям, к растяжке. И это так заметно. Поэтому я сейчас боюсь даже пропускать, потому что я понимаю, что если я опять начну пропускать, у меня мышцы опять начнут съеживаться там все. Вот эти вот, которые растягивать-то надо. Что-то я смотрю. Ничего у меня тут нету на шее. Никакого зуба. Как у меня шея? А то подписчики все же знают все болезни наши. Сильно, может, со стороны виднее. У нас сегодня не хуже, чем в Аризоне. Закат-то обалденный. Я пришла, сегодня весь день топталась. Такие упражнения сложные делала. Так устала. Наконец-то до дома добровась и брякнулась. На постель. Сейчас буду смотреть что-нибудь интересненькое. Очень красиво. Друзья, всем привет. Сейчас была в банке. И так чихнуть захотела. И думаю, участник, ну, очередь три человека. Чтоб не смущать, я вот так вот. Вот так вот. Блин. Сбоку мужик там стоит, знаете, шагов десять от меня. Блэш Ю. Будьте здоровы. Я думаю, ну, неужели не видно было, что я специально это сделала так, чтобы никто не заметил. Нет, кричит мне из-за угла. Я говорю, спасибо, конечно. Знаете, иногда вот эта вежливость, она чересчур идет. То ли он познакомиться хотел, не знаю. Сейчас поеду на почту, где мой работает азиат, который мне мог с паспортом. И хочу ответить на такой вопрос. На этом говорила, что заболела. И люди пишут, что вы скорую не вызываете, что вы в больницу не идете. Я в больницу не хожу. В коммерческие я, в медицинские учреждения не хожу. Я вам рассказывала уже. У меня очень неудачный опыт из всего этого. Начинаю с зубов. У меня спилили вот здесь зуб. У меня страховка на 3000 долларов каждый год. И вот она у меня каждый год пропадает, потому что у меня зубы, слава богу, хорошие. Но вот я тогда пришла, помните, я рассказывала. Он мне сказал, 6 зубов мне надо лечить. И вот такой вот список выкатил. Там я не помню, сколько тысяч долларов было. Я потом после этого поехала в Россию. к своему врачу. И она мне сказала, что у меня все зубы хорошие. Только один там что-то, не знаю, маленький кариес какой-то был. Видите, я почему-то здесь первое время доверяла этим врачам. Ну, в Америке. Своим-то я давно уже в платных поликлиниках не доверяю. Вот пошла тогда эту 3000-ую страховку использовать. И он мне спилил хороший зуб. Я вышла, что-то он мне там делал. Делал, я вышла, у меня зуба нету. Вот этого. Вот этого, кажется. Он мне его полностью спилил. Нормальный зуб у меня был. Я вышла, я в шоке была, что у меня зуба нету. Это вообще ужасно. Для чего он мне спилил, еще 6 зубов там нарисовал. Потому что страховка, у нас здесь в Америке с мужем очень-очень хорошая страховка в Америке. 1000 долларов на человека. Она покрывает все. И естественно, что если я только попаду в больницу, даже с простудой, мне там столько нарисуют, всю эту страховку, им надо будет выгрести. Это уже давно всем известно. Мало того, что они там найдут 100 миллионов болячек, чтобы эту страховку всю выгрести. Мало того, что это такие простудные заболевания, которые можно вылечить в доме. Которые можно вылечить дома. Здесь я посчитала, три раза я здесь так болела. Третий раз у меня это было за 10 лет. Я думаю, что это не очень много. Каждый раз мы вызывали скорую или ехала я там в больницу, уже меня бы тут угробили. Это 100%. Потому что здесь все платное. Если у вас классная страховка, вас будет каждый кабинет рвать, лишь бы эту страховку себе содрать. Вы знаете, что в Америке это все очень коммерческо. Это все очень завязано на деньгах, все эти медицинские страховки. Страховку не мы платим, эту страховку платит предприятие у мужа. Всю семью покрывает. Потому что, в принципе, я не знаю, кто платит по 1000 долларов в месяц за свои страховки. Это очень большие деньги. И вот сейчас Рик, если уйдет на пенсию, это придется ему платить из своего кармана 2000 долларов за эти страховки. Ну, может, он какой-то поменьше план возьмет, не знаю. И мне так понравилось. Там подписчица написала, что если в Америке вызовешь скорую, то почку продашь. Но это ведь истинная правда. Я уже много раз говорила, что здесь всегда страдает средний класс. А муж у меня средний класс. Потому что с него можно сдирать миллионы. Во-первых, эти люди работают. Мало ли что случилось, у него всегда это будут вычитать зарплаты. Все налоги они платят ответственно. Поэтому большинство средний класс платят эти бешеные налоги. Я в России-то никогда в больнице особо не любила ходить. Там, ну, простыла, простыла. Но я же знаю свой организм, что я всегда отлежусь, если я чувствую, что мне совсем уже плохо. Тогда понятно дело. А так-то, ну, что по каждому поводу и без повода бежать в эту больницу или звонить. Скорую вызывать. Я понимаю, что любители есть этого всего. Ходить в больницы, вызывать скорую по любому поводу. Ну, это как, есть такой тип людей. Я не такой тип людей. Стерзание себя я не дам этим всем врачам, которые, я еще раз повторюсь, будут меня по всем кабинетам рвать, лишь бы эту всю страховку выгрести. Я помню, тоже Лена что-то лежала вообще совершенно с другим в больнице в платной. И у нее что-то заболел живот. Ну, просто вот заболел, господи, я не знаю, множество причин может быть. Ее сразу же повезли на операционный стол. Нам звонят и говорят, 40 тысяч стоит операцию, у нее аппендицит. Я с Леной разговариваю, но у нее нет такой боли. Они говорят, нужно МРТ сделать. МРТ стоит 8 тысяч рублей. Мы сделали это МРТ. Спрашиваю, ну что аппендицит? Они, представляете, нам говорят, вы знаете, 50 на 50, непонятно. Я такая, мы за что заплатили 8 тысяч, чтобы вы нам не подтвердили этот диагноз? И мы хотели Лену забрать, потому что она говорит, у меня уже никакой живот не болит, это уже продолжалось 2 дня там. И она уже домой хочет, и мы ее хотели выписать из этой больницы платной. Нам ее не отдавали. Нам не давали ее выписать. Вы представляете? Потому что они говорят, нет, нужно резать, 40 тысяч платить, и мы будем ее резать. И мы ее с таким трудом, мы подключили знакомых, оформили ее в седьмую больницу, в государственную. Только из этой седьмой больницы мы ее забрали. Я это никогда не забуду. Они ее хотели разрезать за 40 тысяч. И сделали МРТ за 8 тысяч. А мы ничего сказать не можем, непонятное МРТ показало. Вы представляете? Потому что оно ничего не показало, никакого аппендицита. Много я таких случаев рассказывала, не буду повторяться. В общем, это платные вот эти все поликлиники, это страшное дело. Там можно только анализы сдавать. Вот сдали анализы, что вам анализы показали, с этими анализами идете в обычную поликлинику. И там вам не будут ничего лишнего делать, вам там сделают только то, что надо. Это мое мнение. Продолжение следует...